господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешно номер 925 события дня серахов 739 во всех делах твоих помни о конце твоем и вовек не согрешишь за 28 июня 2017 года весь день прошел так напряженно и ничего тут не записал стучится вчера стёпа мустинов вам почта интересно днем только еще позвонил нашему юристу брата селасья ну я говорю там в суде то я оставил свой адрес потеряю тебя в почта суда не ходит где-то там корченое застревает мы где-то даже приходить на почту там или как взять может там позвонить надо или что он в это время с почты оказывается и суда пришло письмо ну и правильно севастян говорил что не примут они его производству но я написал что прокурор несправедливо требуют там сноса что я самовольно что-то захватил у меня документы есть что мне дали это землю дали документ с печатью с пятью подписями такие документов немного все которые есть начальствующие главный агроном главный бухгалтер но вчера ну я говорю не разберу тут статья за статьей вот это надо то надо то и никак не дойдешь до чего действие бездействие пошел батюшка там алексей стали считать и тоже посмеялись какие мы тупые это а там умные люди сидят а почему юристов то кажется в четыре раза больше норма выпускали все должности судить надо и ну тянут вот выписать человека выписать нет его и требуется полгода выписать суд надо идти а там прокурор сидит там судья а никого нету и до справка что человек за границей уже нет его и оттуда справка пришла нет им надо создать видимость а у дверей никого нету мы одни все это видимость на полном серьезе все получают деньги получаю деньги не моя пенсия не 7000 и здесь точно так же вот но самое главное что я не могу подать заявление если сам доказывай что то если у меня нет высшего юридического образования то есть апостол павел требовал суда у него не было высшего юридического да и ни у кого то это новое совершенно или нанимай вот пожалуйста они у двери стоят толпятся протягивают пустые чашки положи мне сюда тысячи никогда не пробьешься вот это не одели говорят а именно о том как меня обобрать а у меня и брать то нечего посчитал покрутил упал ваши пункты ты не человека не беззаконие рассматривают а именно все против меня я подал и вот ты должен вот то 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 или нанять или заплатить и никуда не как это явно видно что такое трухлявое общество никому не нужно никто его защищать не будет это разрушение изнутри разъедающая бацилла ничего непонятно то мне дали землю тогда давали два документа я давай все проверять документы у елена рабаш секретаря и у батюшки а документам за это время там не уместишь столе больше полметра наверное в общем полметра то вполне наверное есть во всяком случае много много документов и нашли документ по лагерю мне давали девяностом году два документа один когда уже частная собственность разрешила и мне сказали вы поищите спонсоров постройте настоящие дома двухэтажные и они мне дали землю вот пошел я построил архитектура приняла план для мальчиков для девочек то есть корпуса раз деньги есть нанять тут приедут экскаваторы выкупают там под фундамент и все прочее явно дело что я не потяну это я сказал нет тут никак нет тем более я готовился уезжать я приглашение были в америку в канаду приглашение пришли и тогда эти дали 3 гектара нас 10 лет и ну если как хотите дескать раз не можете построить тогда чё спрашивает и на это то которую у меня халупы то стоять никакого разрешения такого ничего не было рядом люди приезжают и видеть мазанки их называли они все время курятниками речь идет о строениях это на место палатки которая в магазине там мы сделали столбы поставили сверху палатку натянули палатку по спецзаказу мне завод резино-технических изделий я замерил какая она охватывала все обтягивала и и шалаши стояли на потом сделали уже прожирены прутья и самоном то есть глина соломы намешана ногами перетолкли и затолкли ну какое-то строение это сносить строение их и нет строения никаких фактически то о которых они думают где-то захватил и навозная куча я вот уже тогда чувствовал что мало ли еще будет скажет земля тут их и навозную кучу огромная куча мы стали лопатами ведрами там ямы заваливать ее растаскивать и и у меня русские печи две сделаны они прямо внутри этой куку кучи навозная огромная там рядом были фермы молочно-товарная ферма где кухня была тут пришлось туда опять края этой кучи понимаете в окно смотришь окно на окно на таком же уровне как обычно и прям прямо из подоконника дальше еще выше вот до до подоконника не они ничего нету там кирпича достали сложили только навоз вот это все надуманное такое им память а лагеря не нужна им нужно оказать что все вот такие вот только воруют а мы без воровства 45 лет чужими детьми народу много было один раз только 120 человек на костре были костер пятничный 72 человека приехали в один день отовсюду были и профессора и академгородок и ну просто надо было расширять и большой залпост как палатка военная генерал-полковник пенков борис евгеньевич помог мне хорошо две палатки было две и одну натянули там молились на ней потом убрали вместо нее теперь зал там сделали для вещей нету никаких строений каких-то они подозревают что захватил самовольно вообще нету и строение которых надо сносить которая мешает занимает земли тоже нету то есть все надуманное надумая фальшивое и лживое ну а батюшка к крещению готовится уже через неделю крещение 8 ну а вот допустим а тазиана звонит слава христу 5 часов доброе утро бог помощь сестра дорогая давай с богом проспор и стряпает просит благословения всегда в пятницу батюшка завтра едет все документы собрали опять нашему юристу отсылаем юриста хороший закончил с красным дипломом работал в краевой прокуратуре по особо важным государственным преступлениям а сейчас какая-то у них своя там адвокатская контора или фирма часто вызывает его то в москву то куда почему не знаю то ли он такой известный ну вот ему документы отослали грудь что тут не разберу что им надо от меня за за неделю до 9 чтобы я ответил до 9 июля одна неделя за нее я не кончу пять курсов юридического университета а ты-то будешь так счет из меня возьмешь а то вчера поговорили еще пруд ощущать вот должен приехать сразу требует за каждый день там качать грязь будут 30 тысяч сумас эти 30 тысяч у меня месячные пенсии 7 тысяч ну ни деньгам ни счета ничего не знаю прям на горло наступают ну грязь качать ну какой бы ты ни был бульдозер работал у меня за полтора полторы тысячи в час это нет хоть 10 дай ну мне надо то им они то их наймут где там пляжи намывают я про пляжи пока слышу только а если бы так то на согласились нормально то и тут вы работали ни один пруд почистили опять же упирается все в ненасытность о том что помочь бесплатно об этом даже никак а рассчитываться нечем вчера спросил в деревне так то не рубля ни у кого нету не рубля все на меня опять ложится а я еще только молиться чуть-чуть опять побежал молиться господи совсем еще нету как помоги добрые люди где-то находятся вдруг кто-то откликается и вот события дня с этим письмом то с про это суда из прокуратуры суда но не может быть составляли вместе с прокурором в одном здании может быть мне говорят так да бог его знает но дело в том что и желание ну отступился сказал самом деле мне ложные сведения дали я захватил там самовольно закон у него есть а здесь ничего не подходит под статью совершенно никаким граммом не ничем ни пяти земли не на пол пальца и все стоит и никому не мешает а там деревенские там могут что-то гостей принимать и сейчас тоже думаю сергей приехать там ездят собак держать и дрессировать но сделать зло я иначе никак не могу это понимать злодеи злодейству и злодейски пророк исайя об этом говорит события дня утром вчера это прошедший день где-то там еще в густой траве высокая очень трава такая и репей не дать ему созреть я с лопатой его все по этой траве то выискиваю вижу и все рублю и выкапываю вот а потом за позавчера уже позавчера там спилили липы у нас стояли тоненькие но они небольшие диаметром там 20 сантиметров довольно так вот я никогда не видел как лыка с нее дерется ну не было возможности сообщать липа все знаю там из нее лапки плели и проще и здесь как она обдирается новая пила купленная была володя спилил ну и дальше загородили мы этот куб называли где много репья поднимается на 2 на 2 метра и уже вверх уже скоро больше метра и загородили моего то надо было восемь столбов и проще вчера листья обрывали у липы это много набрали сушить кому-то дать здесь экологически чистое молоденькое деревце и ну так вот а потом давай щищу всю оттуда вытаскивать это которая ободранная на тележку и повезли на костер готовимся вот на неделе за вот следующий сейчас неделя подъезжать люди уже должны костру готовится то я их в отправил туда потом все-таки разулся сам пошел взял собачку далее у инвестора и вот как на тележке ехали то собачку с хозяйкой спроси и везли то я сел то володя с нее снимал то потом повезли полину аполлинарию на что за такая счастье это в марина мы смеемся так она везла нас вот один вчера тоже затеял звонит раз за разом но нельзя к нам приехать посмотреть с одессы нельзя запрещается а почему потому за незачем нас время так отнимает и люди смотри за ними нельзя поселение только чтобы женатые были с детьми маленькая погодя 5 будет а вот христос вроде не женатых принимал вот никакое отношение то имеет поселение это поселение с христом где-то и вот она седает охота я говорю пустых то еще двадцать одна тысяча в россии селение берите строите приглашайте к себе чего к нам лезет это и вот события так разобрать да как какие-то события тут беседовали документах долго копии снимали и интересно нашли документ вот этот первый когда думал корпуса тут строить о них речь идет и показать архитектура тогда и примут ну а кто это будет мазанку архитектуру принимать ну понятно что не об этом речь-то идет или самом деле бог одних дураков говорит набрал или никогда не избирал как мочалинска молчалин николай естерыч говорил на православных то мы это тоже вот простых законы что-то все это рухнет нигде не будет а потом реабилитировать начнут но у нас бог пока хранит и дальше видно будет просим благословения на всех на прокурора максима на суде что бог устроил как ему угодно открыл истину людям чтобы они по правде судили хотя их сафония называют судьи вечерние волки до утра кости не оставляет надо все сжирают вот так это задолго до рождения христа было а ничего не изменяется я что говорю когда некоторые нападают а другие да вы один тут сто лет такой рождаетесь это не бывает так чужими детьми заниматься наша мать разбиралась в этом 12 детей родила 10 живых было самое трудное она говорила молиться и с детьми водиться с детьми с детьми это событие одного дня